Да не сложно, меняем дисциплине на тракторе «Жензир». Шестерка, ничего тяжелого нету, помощь, ребята рядом находятся, что-то тяжелое. А болты, гайки открутить мы сами в силах. Это не очень-то и сложно. Годы учебы в Почепском механико-аграрном техникуме, постоянные производственные практики на АПХ сделали Настю настоящим профессионалом. Выбор, кем быть и чем заниматься, вспоминает девушка, сделала вполне осознанно. Тяжелой работы Настя не боится. Уверена, это мужское занятие ей по плечу. Сейчас Анастасия мастер сельскохозяйственного производства. К тому же обучает профессии и коллег-новичков. Я девчонка деревенская, у нас большая семья, сельское хозяйство имеется. И решила пойти именно по этой специальности. Помогает и выручает в сложных ситуациях наставник, ведущий инженер Трубчевского подразделения Михаил Андрейчиков. Говорит, девушки заслуживают большего снисхождения, чем их коллеги-мужчины. Девчата из трактористов перерастают в более такие профессии, как механик, и по документации там больше с уклоном таким, сказать, умственным. Поэтому здесь у них просто проходит небольшая ступень развития, так сказать. Из студента уже нормального состоявшегося работника. В мужском коллективе появление женщин-трактористов сначала восприняли скептически. Однако со временем сильная половина поменяла свое мнение. Убедились технику, девушки любят, от работы не отлынивают. Девчата с электроникой разбираются, ну, на «ты», да, с технической поддержкой. Вот, поэтому они нам помогают очень диагностику проводить трактором. Вот, что, ну, там, все эти моменты, нюансы больше так осваивают. Средний возраст рабочих леди – 20 лет. Тщательным подбором и обучением женского персонала в ЭПХ «Мироторг» занимается Татьяна Кузнецова. Данный проект «Женщины-трактористки» в компании «Мироторг» мы рассматривали еще два года назад. Вот, ну, в принципе, тогда проект свое развитие не получил. В этом году мы вернулись. Почему? Потому что у нас несколько прецедентов, когда к нам приходят из вузов девушки, женщины. И имеют действительно искреннее желание работать на тракторах. И я с полной уверенностью могу заверить, что если женщина хочет работать на тракторе, то она у нас работает. И наравне с мужчинами имеет и такие же выработки. И показывает очень хорошие результаты. Если бы не форма, можно подумать, что Ульяна, студентка Белгородского аграрного вуза, собралась на свидание. Пусть эту красоту в поле никто и не увидит. Зато самой приятно – чувствовать себя женщиной, пусть и на такой сложной работе. Тем более техника удобная и для девушек пригодная. Внутри все оснащено. Управление легкое. В общем, все условия для работы. Даже кондиционеры есть. Все, что нужно тут есть в этой технике. Отношения тоже хорошие. Понимают. Сначала, правда, думали, что не смогу. А сейчас знают, умею, могу. Поддерживают. Если нужна помощь, они помогают. Понимают с полуслова все. Все приборы, все эти самые. Все как положено. Помогаем, рассказываем, что техника новая. Процесс, как ехать, как пользоваться всей этой системой. Управлять громадной машиной – дело непростое. Но только не на современных тракторах. Сейчас в сельское хозяйство идут все больше девушек. Одни проходят практику, другие уже вполне профессиональные, как Настя, моя напарница. Сегодня я попробую на себе оценить, каково это быть девушкой-трактористом. Сложно это или нет. Ну что, попробуем. Пошли. Настюш, покажешь? Давай. Опа, держись. Так, ну что, начинается самое интересное. Да. Ага. Пускаем, опускаем. Ага. Ну что, газуем. Пошли. Пошли. Мой первый раз на тракторе. Татьяна Глазова, Владимир Сидоров. События. Трубчевский район.